Фонарик, пульт, беспроводная компьютерная мышь – лишь небольшой список бытовых приборов, которые всегда должны быть дома под рукой. Рабочее состояние им помогает поддерживать батарейки и аккумуляторы. Первые годятся только для одноразовой эксплуатации, вторым же можно продлить жизнь с помощью зарядного устройства и использовать на протяжении нескольких лет и больше. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Внешний вид обычных батареек и аккумуляторов ничем не отличается, потому их легко перепутать, но при ближайшем рассмотрении все же можно вычислить, какой именно источник питания находится. Перед вашими глазами? NPPP? На что следует обратить внимание, чтобы отличить батарейку от аккумулятора? Надписи на элементе питания. Обычная батарейка с солевым или щелочным электролитом. Alkaline Battery Do Not Recharge. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Аккумулятор МАХ, обозначение энергоемкости в миллиамперах, стандарт чардж или ричарджабл. Надписи на ICDNiMH говорят о том, что перед вами никель-кадмиевый и никель-металлгидридный аккумулятор соответственно. Проверка работы на практике. Обычная батарейка быстро разряжается, но не до конца, с помощью небольшой хитрости можно продлить время действия батарейки, для этого достаточно ее помять плоскогубцами. Или другим твердым предметом. Аккумулятор, разрядка происходит постепенно, восстановить ее можно только использовав зарядное устройство. Проверка напряжения измерительным прибором, вольтметром или мультиметром, обычная батарейка, 1,6 вольт. Аккумулятор 1,2 вольта. Немаловажным фактором отличия батарейки от аккумулятора является цена. Аккумулятор будет стоить дороже. Нарушают данную закономерность только литиевые батарейки, которые сопоставимы по стоимости с ICDNiMH аккумуляторами. Отличить данные батарейки можно по надписи LISIUM. Если у вас нет возможности проверить свойства источника питания или вы сомневаетесь, проконсультируйтесь по этому поводу с продавцом, уж он точно должен знать, какой товар продает. Нельзя однозначно сказать, что лучше, батарейки или аккумулятор. Все зависит от того, в каких условиях будут использоваться приборы, а точнее от характеристик нагрузки, которую они оказывают на элементы питания. В данном вопросе лучше всего руководствоваться рекомендациями изготовителя электронного устройства. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.